Мои дорогие, на работу, на работу, понедельник. Выспались? Только что сказали поэтому в добром утре. Выспались? Я чуть ли не вынесен, сказала вам. Заправляю кровать, варю кофе и иду в поликлинику, как старая бабка. Иду в поликлинику с анализами, чтобы завтра пойти на прием к терапевту, чтобы он сказал мне, что я здорова, могу продолжать свое доброе дело. Умылась уже, расчесала волосы. Но, в принципе, я считаю, что я должна выспаться. Но все равно ощущения того, что я вот прям выспалась-выспалась, у меня нет. Время доходит 8 часов. Кстати, я же вчера постирала пуховик. У меня единственная вешалка была, которая можно было зацепить, или я его сушу. Я же живу на втором этаже. Газовая труба. Такая, знаете, такая крутящаяся вешалка. Ну, вот видите, нет уже никаких пятен. Нет, я уже снимала его, посмотрела. Нет никаких пятен. Он, в принципе, он и не высох. Но я его вчера вечером уже поздно... Вот тут вот не высохла, под капюшоном. Ну, вот, вроде отстирался, смотрите. Пятен вроде нет, но я его три раза прополоскала. Два раза сначала за стирку, а потом еще прополоскать и отжать. Такой ароматный, пахнет этим. Ну, ладно. Пускай пока повесит. Единственное место, куда его можно было повешать, чтобы он прям вот так вот свисал. По второму этажу уже проходят трубы газовые. Кто там хотел жить на втором этаже? Да это не дай бог. Это не дай бог жить на втором этаже. Это жесть полная. Вы посмотрите, кто живет на втором этаже, те меня поймут. Вот эти вот трубы газовые, вы думаете, это очень нормально? У меня такая труба проходит по ванной. Но она коробом закрыта, панелью. Панелями. Такая труба проходит по гардеробной. Надо... От... Знаете, от чего это? От ванночки с анализами. Вот такая вот труба проходит. Вот такая вот. Вот она. По ванной. Такая же труба проходит по гардеробной и выходит в коридор. Нормально? Я считаю, что нет. Так, все, я варю кофе. Я варю кофе, пью кофе и иду на анализ, потом на работу. И мне нужно будет на этой неделе ходить всего лишь, всего лишь на работу три дня. Потому что в четверг я уже улетаю. Улетаю в Таиланд. Короче, у меня сейчас отдыхает Настя в Таиланде. Я только что, лежа в кроватке, с ней обменивалась сообщениями. Сейчас я... Так, Мишенька. Иди сюда, малыш. Иди сюда, малыш. Надеюсь, что ладка сегодня не придет. Поэтому ты можешь лежать прямо здесь. А, на этом плечике шуба висела. Шубу достала из мешка, свернула, сбросила. Так, я куда пошла? За телефоном. Хвастаться, что мне Настя сказала. Короче, Настя сейчас отдыхает в Таиланде с дочерью. Это моя подружка из Хабаровска. Так, смотрите. Именно про вирус. Ну, как бы тихо все. Китайцев нет. Вчера была суббота, если я не ошибаюсь. И было очень много местных тайцев. У них есть такое. Они на субботу, воскресенье сюда приезжают. А тут только. Ну, и отдыхают на бассейне. То есть, смотрите, что не оплачивают. И на нашей территории. Вот. Я, естественно, осторожно. Я по всем присматриваюсь. Китайцев нет вообще. Страивили китайские Новогодвечки. И все, во в тот раз, помню, что рождество я тебе скидывала. Но были сидели в русске одни. Особых торжеств не было. Потому что, сам понимаешь, да, обстановка в Китае. Вот. По городу мы один раз ездили. И пока ехали на автобусе, смотрела в окна. Улипы полупустые. Если раньше, знаешь, есть транспорт, эти всяких разных. Сейчас, конечно, они есть. Но вот именно в Китае. Ну, несколько я видела. Но очень вообще мало. Встановочка в Таиланде. Ну, как бы, ну, так. Такого каких-то там слуха, чего-либо я ничего не слышала. Ну, на чеху руки мои, хорошо. И, естественно, в лучший город я не поеду, в Тарафик какой-то. Лучше здесь будем, на территории, на какого-то приключения искать. На русских очень много. С разных городов, несмотря на это, все равно люди приезжают. Русских много, знаешь. Русских много, несмотря на это, все равно люди приезжают. Мама моя тоже, да. И сейчас звонит. Некуда не изменилась. Никаких городов. И не идите. Ну, и месяц в центре. И не идите на ноги, потому что... Вот. Представляете, вроде бы все неплохо. Вроде бы все неплохо, но все равно, конечно же, меры предосторожности Настя принимает. Настя поехала с доченькой. Сонька, это 6 лет. Сонька, это маленькая еще. У меня, конечно же, и беспокоенность есть. Тем более, вы... Знаете, я бы, может быть, и не думала об этом, но вы же мне скидываете сообщение. Вы мне скидываете сообщение о том, что Инна, куда ты едешь? Копина, да, мне вчера вообще. Я так подумаю, что ты летишь в Таиланд. Ну, Китай там рядом. Я даже думать об этом не хочу. Вот жути, вот вы мне вьете. А я думаю, так, Настя улетела. Настя уже, наверное, дня 3-4 в Таиланде. Ну, вот. Господи. Господи, пускай все хорошо будет. Да все хорошо будет. Мы же ничего оттуда не привезем, никакого вируса. Знаете, что выпила? Две таблетки. Две маленькие таблетки. Синаде. В общем, они на растительной основе. Очиститель для организма. Ну, естественный очиститель, это, как сказать, организма. Вот, два синадена ебнула. Сейчас пью кофе и сразу же иду. Сразу же одеваюсь и иду в поликлинику. А, Инна, ты успела, слава богу. Как обычно, отвернула ебальник. Что думаете, тут я пельмени жила? Все побросала. Ну, там просто еще большой бокал стоит. Все побросала в раковину и все. Ничего не хочу делать. Вчера поела и бухнула с телефончиком. Ой, господи. Кофе не убежало, так я его пролью. Легко же это делается. Вчера поела и так сладенько бухнулась на диванчик. Давай переписываться в этом. По видеосвязи поговорила. Там туда-сюда. Это, знаете, я вчера записывала вечерний мукбанк вот в этом вот халатике. Сегодня проснулась опять в нем же. Зимой и летом одним цветом. Может быть, пока кофе остывает, может быть... Ленечка, помыть посудки? Еще не хочу делать. Может быть, пока кофе остывает, может пойти одеться лучше, чтобы не опаздывать. Ну, тут я не хочу ничего мыть. Надо мыть, так мыть. Как-то удивительная плита чистая. Вот как-то вот на удивление. Бокал от утреннего завтрака. От вина. Бокал от ужина. Кстати, 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 я что хочу сказать. Вино закончилось. Вино закончилось. Вот видите, бутылку пью ровно неделю. Ну, это разве много я пью? Ровно неделю пью бутылку. Полотенце всегда храню. Полотенце всегда сухое. Оно у меня либо в стирке, либо на батарейке лежит. Вот видите. На трубе оно насушится. Чтобы, когда берешь полотенце в руке, чтобы оно всегда было сухое. Батарея протирается. Это естественно. Так. Так, лицо кремом я намазала. Вот это вот грязный стакан. Вот время 8 часов. Время 8. Я пойду в брюках сегодня в черной водолазке. Очень так люблю. 76 лет освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Смотрите, какая красивенькая, да? Какая свеженькая, проснулась. Короче, свеженькая, пошла одеваться. Хоть вот эти вот... Не в ночнухи же я пойду. Пойду хоть в ночнуху сниму. Все, я оделась. Вы представляете, только что в новостях сказали, в аэропорту Шеренетьево отец оставил двух детей в зале ожидания и упиздавал куда-то. Упиздавал, в общем, сейчас скажу. Выяснилось, что это житель Хабаровска. Бросил детей, короче, своих в этом. Выяснилось, что это житель Хабаровска. Что он прилетел из Хабаровска. И это... Упиздавал, в общем. Бросил своих детей. Двух сыновей. Я в шоке просто. И сказал, что он не может их больше воспитывать. Вот опять этот коронавирус. Это вообще ужас. Китай. Мася Авэй. Министр здравоохранения. Я, конечно же, обстановку-то обслеживаю. Чего я толку-то обслеживаю? Даже здесь кашляю. Боженька, сохрани. Ой. Чего надо по эти серожки хоть надеть? Время... Время... 8.03. Вьетнам, Южная Корея, Таиланд, Южная Япония. Ой. Так. Вот видите, волосилку свою подняла. Волосилку подняла. Сейчас пойду я положу в этот. В мусорку, что ли. Грех мусора не забрать, не выбросить. Тем более я иду, тем более я пойду мимо прямо сейчас в поликлинику. Ну, видите, бутылочка вина. Бутылка вина не болит гола, а болит у того, кто не пьет ничего. Так. Бутылочка. Потом. Вот видите, как я думаю. Вот видите, как я думаю о работе. Вот такую вот пленку. Видите, как она ударопрочная, да пузырчатая. Могла выбросить, а понесу на работу, потому что она нам нужна. Она нам нужна посредке упаковывать. А собственно говоря, я вам сейчас покажу. Смотрите, причина моего похода. Сегодня в поликлинику с утра. Вот оно, блядь, чё. Ну, банк... А, так. Банку я вымыла. Банка чистейшая. Я её с углом вымыла. Так что мне даже сейчас руки не придётся мыть. Так. Вот это вот я вам сейчас возьму. Паспорт у меня... Паспорт у меня в сумке. Допиваю кофе и выхожу. Сейчас зайду к терапевту за направление. И всё. И завтра опять к терапевту. Кстати. Я решила сначала выбросгать вот эти вот все духи, потом буду дальше пользоваться. Ну, потому что эти пропадают, чё. Нужно пользоваться всем постепенно. У всего есть срок годности. Пока буду духовиться вот этими. Пятое веню, тем более её уже мало. Тем более мне этот очень аромат нравится. Ну и на ножки. Между ляжек. На всякий случай. На. Так. Посмотрим. Мои сокровища. Открываю. Мои сокровища. Вот очень хорошо пойдут вот эти вот серёжки. Видите, да, какие? Какие блестящие. На чёрном этом фоне будет очень хорошо. Будет очень хорошо. Будет очень красиво. Правда, колечка такого нет. Он из чёрного долазка. Посмотрите, как хорошо, да? Ну, посмотрите. Охуенно. Конечно, охуенно. Тык-тык-тык-тык-тык. Так, давай ещё волосы себе прицеплю. Так. Я поняла, что какая, какая я неталантливая. Вот когда я вчера ходила на этот, надо носочки достать. Когда я вчера ходила, ой, как красиво. Как красиво снег идёт. Ой, как красиво. Вот бы пойти гулять в лес. Так вот, я поняла, какая я неталантливая, вообще неталантливая. Когда я ходила в этот, в зал-то, в выставочный, в городской, на выставку. Как люди красиво рисуют. Как красиво рисуют люди. Вот, в моём случае, хоть приобщайся к прекрасному, хоть и приобщайся. Знаете, что я знаю? Я знаю о том, что у меня на работе даже нет ни одного платья. Я всё унесла. То есть, если я захочу переодеться, если я захочу переодеться, то у меня даже не получится. Мне вот ни во что. А такое нельзя допускать. Так. Колготки на голые ноги. Кому поручить мои ключи, когда я улечу? Маме? Мама работает. Маме некогда. Лёхе? Наверное, Лёхе. У мамы и так есть ключи, и у Лёхи и так есть ключи. Нужно же за кем-то закрепить ответственность. Ну, вот я улечу. Пойду постучусь. Никита-то улечет. Волосина, что ли? Нет? А что там шея? А что там? Вот как мне? Кому-то же надо поручить ответственность за мою квартиру. Например, Никите, да? Никита-то у меня сосед. Мы же с ним друганы. Вот он тут мне встретил, у меня на лестничной клетке, говорит, про модератора начал мне говорить. Ты почему не наймёшь, это, модератора себе не наймёшь? Я говорю, да, надо, Никита, надо. Так, всё. 27 января 1948 года родился Михаил Барышников. Это что такое? Инкубационный период составляет от 1 до 14 дней. В этот период вирус заразен, что сильно отличается от ОРВИ. Случаи заражения зафиксированы в США, Франции, Канаде, Австралии, Южной Корее, Таиланде, Непале и других странах. Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов России со статусом воинской славы как самого популярного туристического направления зимой текущего года. Я хочу вам сказать, что и в следующем году будет Санкт-Петербург в лидерах. 27 января именины у Андрея, Давида, Ильи, Павла, Славы, Саввы, Саввы. Сегодня Международный день памяти Холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили узников в концлагере Ансвенцем. Сегодня киберпонедельник. Сегодня киберпонедельник? Киберпонедельник. Что это значит? Слушайте, сколько мошенников в социальных сетях. Я вообще просто в шоке. С моим... Ладно, вообще в интернете. С моим профилем создают аккаунты в одноклассниках. Пишут моим друзьям гадости. Что только не делают, а, люди. Ну, это, конечно же, тут я связываю свою популярность у ненормальных людей. Ой. А моей маме тут звонили на прошлой неделе. Она мне начала рассказывать. Причем рассказывает с умной такой... С видом с такой умной фроси. Говорит, Инна, ты представляешь, только что звонили мне из банка, из Сбербанка, и говорят, типа, мы служба безопасности. Это она мне рассказывает. Я слушала, слушала, я как заорую. Я говорю, ты, надеюсь, мне ничего не сказала? А она такая, а что я сказала? Я на работе, карточка у меня дома. Так они договорились, представляете? Договорились вечером, в 7 часов вечера созвониться. И мама говорит, да, да, да. Короче, они звонят маме моей и говорят... Знаете, Светлана Валерьевна, только что была попытка снятия средств с вашей банковской карты. Какой-то называют фамилию. Называют фамилию там. И говорят, вот такая-то сумма. А у моей мамы дебетовой карты нет, Сбербанка. Она такая говорит, да вы что? Ну, та даже не понимает, что мошенники отзвонят с номера 900. До этого прислали смс-ку. Я говорю, мама... Она... И такие говорят, мы вам сейчас... Мы сейчас вам выслали код. Выйди потому, что мы не мошенники, вы нам этот код не говорите. Просто скажите, скажите, что вы получили сообщение или не получили? Мама говорит, ну там, типа, какое-то пришло, сбрякало, я еще не открыла. Ладно. Звонит мне такая и рассказывает. Там вот так-то, так-то, так-то. Я говорю, да, мама, ты, надеюсь, не сказала? Звонит в службу безопасности банка по номеру, который указан на карте. Там, в общем, ей, слава богу, сказали люди, пожалуйста, не сообщать никаких данных. Потому что мама меня может не послушать. Мама скажет, да что ты, Инга, там выдумываешь? Вот что ты выдумываешь? Так вот, слушайте, в Красноярске про мошенников. В Красноярске. У меня там живет моя подруга, Индра Первая. Комментарии на моем канале вы видите ее. Короче, Иринка живет в Красноярске. Живет в жилом комплексе. В общем, там есть председатель. Ну, типа, там, ТСЖ, что ли, я не поняла. Ну, короче, председатель вот их дома. Это у нее такая должность. Она там главная в этом доме. Умнейшая женщина. Умнейшая. В общем, она накануне сдавала кровь. Сдавала кровь. И ей звонят, как будто бы, якобы, из больницы. И говорят, что вот вы сдали кровь, и мы у вас вычислили вот какое-то такое вот заболевание. И говорят, типа, омомаркеры. Не онкомаркеры она сдавала кровь. Типа, что у вас выявлен, ну, типа, рак. И говорят, представляете ей, что вам осталось жить буквально две недели. Короче, та в слезах, в панике. Представляете, не отключаясь. Умнейшую женщину. Представляете, они держат ее вот так вот на телефоне. Вот так вот. Они говорят, не отключайтесь. Вот мы вам звоним. У вас есть шанс спастись. Вот все квоты правительства, как сказать, розданы. Начало года все квоты розданы. Вот представляете, люди, человеку, человеку, что говорят по телефону. Ну, вот у нас есть мужчина в другом городе. Он уже оплатил эту операцию, какую вам нужно делать, сию минуту буквально. Иначе вы умрете. Представляете, мошенники, что ей говорят по телефону. Она говорит, да, где этот мужчина. И у этой женщины оказались деньги. И вы представляете, как будто бы по громкой связи. Она на телефоне у него, на мобильном, как будто бы по громкой связи. Они связываются с этим мужчиной. Объясняют ему ситуацию. Тот входит в положение и говорит, да, конечно. Типа, потому что у меня-то еще организм поражен там, ну, на маленькое количество процентов этим заболеванием. А раз у вас уже 90 процентов. Вот эти вот омомаркеры. Вот эти вот, представляете? Типа, что вас же нужно спасать. Но я за эту операцию уже проплатил 150 тысяч рублей. И та женщина-то, вот председатель этого дома-то, говорит, да, конечно, я вам переплету деньги. Берет все реквизиты, звонит дочери, дочь на работе. Дочь где-то работает тоже в путевом месте. И дочь принимает стоимость вот этой якобы операции, которая не нужна, переводит 150 тысяч вот так вот в легкую, чтобы спасти мать. Мать звонит ей в слезах и говорит там вот так-то и так-то. И появилась возможность меня спасти. Дочь, естественно, идет на поводу. Но как она, дочь, не вникая ни в какие подробности, дочь тоже в шоке. Допиваю кофе, какое вкусное. Болтаю, остыло так вкусно. Представляете, они совершают банковскую операцию. Прямо, прям вот совершают. Так, культ не работает, зачем я его храню? Они совершают банковскую операцию. Потом, после этого, дочь только после этого залазит в интернет и смотрит, что это за заболевание такое. Какой-то там омомаркеры. Понимают, что это, что это мошенники. Потому что интернет весь пестрит, что звонили вот по поводу этого этих омомаркеров. Они понимают, что это мошенники. Звонит тут же в банк, а в банке говорят, операция совершена, 150 тысяч со счета вот так вот. Нет, вы представляете, что творят люди? А вы представляете, люди, когда в панике, что они поддаются вот этим вот на эмоциях, да тем главное удержать человека на линии, чтобы он ни у кого не спросил этого, чтобы он ни у кого не спросил подтверждения своих слов. Так вы представляете, умнейшая женщина, которая председатель ТСЖ, которая разбирается с договорами, она разбирается со всеми управляющими компаниями, теплоэлектро, водоснабжающими компаниями у целого жилого комплекса в новостройке. Я вообще просто в шоке. Просто в шоке. И представляете, она вот так купилась. Нет, ей сказали, что у нее нашли что-то, и она, да, 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 тут же буду себя спасать. Так спасать-то это себя, это одно. Приклебнула кофе. Спасать себя от несуществующего, это вообще пиздец. Просто пиздец. Так. Мне даже взять, что нечего на работу. Возьму два авокадо. Сходим, купим что-нибудь. Смотришь, я вчера ничего не готовила. У меня не было сил. Мешочек лежал в холодильнике. На нем небольшой конденсат. Сейчас я его просушу. 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 Так, время 20 минут. Ну, именно, блядь. Ну, не 20, а 19. Так, мои домашние. Ой, блядь. Мошенники не дремлят. Духи, тапки, авокадо, крем. Так, все закрыло. Газ выключен. Все. Как раз сейчас зайду в поликлинику. Так. Духи сюда. Крем сюда. Так, ну-ка. Волоски я никуда не кидала. Унитаз смытый. Почищенный. Почищенный. Хотела выйти пораньше. Нихуя у меня не получилось. Вот я, например, еще губы не накрасила. Ой. Ну вот смотрите. Ну вот якобы же отстирались. Это еще, знаете, почему они, наверное, стекали? Потому что я вот так вот его, я его сушила. На сушилке вот так вот свешивала. И стек. А сейчас я вот учитывая то, что я его прополоскала. Я хочу в нем пойти. А если он сыровал? Такой ароматный. От этого ополаскивателя, от этого порошка. Да нет, вроде не сырой. Такой материал поганый, блядь. Ну-ка. Ничего нету, да? Юля, Юля мне вчера по телефону говорит. Инна, ты его прополоскай. Два раза. Ты его то, ты его все. Она говорит, там девочки еще мне пишут. Инна, это такой материал противный. Такой материал. Так, ну что его опускать, то сказать, с накреслими, ей уже некогда собирать. И что эту баночку с анализами, я его как понесу, что? Я че, ебнутая? Я почему пакета не взяла? Нет, никакого пакета нет. Ну, с нее не капает, ну, например. Например, не капает, слава богу. Зачем я надеваю, блядь, перчатки? Там должен быть снег на улице. Должна быть такая красота. Так, все пошло, как бабка. Как бабка пошла в поликлинику. Ну, блядь, вот волосок. Волосок. Ой, все, блядь, надо выходить, сука. Так могла очень, очень даже еще долго посидеть дома. Ну, так как я бабка старая, я хожу по поликлинике. Телефон-то, блядь, где? Где, блядь, телефон? Вот он. Как обычный. А, Влада еще вот этого мешка увидела. Еще, когда мы заходили в подъезд, уж именно что-то. Вот этого мешка увидела тоже. Это мой? Я говорю, нет, не твой. Это мне? Так же тебе. Это мне выслали. Мои вы дорогие. Когда я выхожу из подъезда и выключаю свет, я знаю, что я делаю. В нашем подъезде последняя на работу ухожу я. Последняя. Все, кто работает, я это знаю точно, все, кто работает на заводах, они уходят на работу раньше. Они уходят на работу раньше, поэтому... Ой, собачонка! Мой маленький друг вышел из подъезда. Доброе утро! Доброе утро! Весельчак! Они все уходят на работу раньше. Все. Натянула шапку. Кого натянула я ее? Сейчас выброшу вот это вот. Блядь! На улице тепло. На улице тепло. Хорошо. Вот от фонаря отошла, и сразу же, видите, синее освещение появилось. Короче, мои дорогие. Короче, короче, короче. Видите, выкатили эти ящики. А что, их уже очистили, и еще будут чистить? Отчистили. Очистили. Не буду. Их, видимо, еще не закатили. Они чистые. Не буду бросать в чистые. Уж дойду до этого. Людям, зачем мой мусор нужен? Тем более, я не в их доме живу. Фу, мои дорогие, мои дорогие. О, снегоочиститель едет. Посмотрите. Видал такое, снегоочиститель? О! Я пала, вы представляете? Я пала. Я, представляете, шла-шла, и пала вот здесь. Иду. Я не могу. Вы представляете, у меня... Нет, у меня не выпал телефон. Я сама пала. Вы посмотрите. Вы... Ой, блядь, я не могу. Я сама пала. Это жесть. Ой, мам. Да что бы я тут не пала, нет. Вы посмотрите, тут какая... Тут какая выемка на дороге. Вот это что за ху меня? Видал, какая выемка? Я вот сюда наступила и пала. Ну, мне не больно, в принципе. Ну, снег-то мокрый. Полетела, как шарик. Блядь, я не могу. Я ничего себе не сломала? Не заебись. Видал? Хуй, блядь. Хуй. Я пала. Так, что бы еще раз не пасть. Вот видите, задрала шары еду такая. Ёбаный блогер. Ля-ля-ля. Птички в голове взяла, пала. И телефон прям упал вот сюда в снег. Все, мои дорогие, пойду, буду торопиться. Блин, сейчас приду Маринке и расскажу. На работу. Хорошего дня, доброго понедельника.